Когда машина доктора Левантеля подъехала к зданию университета, профессор нейропсихологии Жозефина Келлюз уже заканчивала лекцию. Таким образом, любое внешнее действие или воздействие на человека существенно влияет на формирование его психических изменений. Уточню, что даже самые незначительные события имеют свои последствия. Студенты были давно очарованы своей молодой профессоршей, и ее лекции нередко посещали учащиеся из параллельных курсов. Ходили слухи, что недавно Жозефина перенесла жуткую трагедию. Ее приятель, специалист по спецэффектам, работавший в кинокомпании Европа, погиб в автокатастрофе. Смерть бойфренда заставила ее взять краткосрочный отпуск. Однако, справившись со своим горем, где-то через месяц Жозефина вернулась к работе. Внешне в ней ничего не изменилось. По-прежнему на ее лекциях присутствовали четкость формулировок и выводы, основанные на конкретных примерах, что всегда пользовалось несомненным успехом у слушателей. Если вас в детстве поразило какое-то событие, будьте уверены, эта трещина длиной в жизнь проявится определенным образом даже в старости. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, свободным от предрассудков, я смело могу утверждать, что это небольшое событие обязательно коснется вашего восприятия мира и, в той или иной мере, повлияет на вашу судьбу. Благодарю за внимание. Семинар по данной теме будет, как всегда, в эту пятницу. Студенты уже начали подниматься со своих мест, когда в аудиторию вошел Левантель. Подойдя к кафедре, где Жозефина складывала в портфель своей тетради, он вежливо поздоровался. «Мадам Келюс, приветствую вас. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» «Здравствуйте». Жозефина мельком глянула на него и, застегнув портфель, направилась к выходу, жестом приглашая следовать за собой. «У меня перерыв между лекциями 15 минут. Если вас не смутит, что я буду пить кофе...» «Конечно». Доктор поднял обе руки в знак того, что согласен с любыми условиями. «Как вам будет удобно». Они расположились на скамье в сквере напротив основного корпуса университета. Жозефина достала термос, налила себе кофе и окинула доктора более внимательным взглядом, заметив на лацкане значок клиники. «Вы из больницы Шато-де-Гранж?» «Верно. Что вас привело к нам?» «Один из наших пациентов. Интересный случай. Думаю, имело место событие, которое полностью изменило его сознание. Он невменяем? Он совершенно нормален, кроме одной навязчивой идеи». «У вас есть Эпикрис?» «Да, я захватил его, но думаю, чтобы понять, что с ним произошло, вам нужен не Эпикрис, а вот что». Доктор достал папку и протянул ее Жозефине. Внутри было около 40 страниц, исписанных мелким почерком. «Что это?» «Дело в том, что я предложил ему изложить в хронологическом порядке все, что с ним случилось, чтобы понять, что явилось психологической травмы. Думаю, вы, как специалист в этой области, могли бы...» «Хорошо, я прочту». Жозефина допила кофе, закрутила крышку термоса и встала. «Не обещаю, что быстро, но прочту». Она кинула Эпикрис с рукописью в свой портфель и протянула руку для прощания. Они обменялись рукопожатием. Потом Левантель, что-то вспомнив, полез в карман. «Буду признателен, если вы сможете связаться со мной после прочтения». Доктор протянул ей свою визитку. До рукописи Жозефина добралась только к вечеру. Она уже легла в кровать и включила телевизор, но тут ее взгляд упал на портфель, из которого призывно торчала папка, привезенная Левантелем. Она обреченно вздохнула. «Все-таки дурацкая эта привычка не откладывать на завтра те дела, которые можно сделать сегодня». Она вытащила рукопись и открыла на первой странице. «Наверное, начать свой рассказ я должен со встречи с ним». Леон Беориц. Он привлек мое внимание с момента своего появления еще на экзаменах. Во-первых, к воротам университета его привезла тетя. На красном, как помидор-кабриолете. Во-вторых, под фирменным синим блейзером у него виднелись белые бриджи до колен, а на ногах такого же цвета гольф. И пока он шествовал к парадному входу, он собрал недоуменные взгляды всех абитуриентов без исключения. На дворе стоял 1968 год. И подобная манера одеваться давно вышла из моды. Поскольку все были заняты экзаменами, первый интерес к нему угас уже минут через пять. Второй раз ему удалось привлечь к себе внимание ровно через час. Войдя в аудиторию, где проходил экзамен и подойдя к профессорскому столу, он, не выбирая, взял ближайший экзаменационный билет. Педагог зафиксировал номер и его имя, а потом указал на место в аудитории. «Можете идти готовиться, месье». «Спасибо, я готов отвечать», — последовал ответ Леона. «Вы хотите отвечать без подготовки?» «Да, месье». «Вы уверены?» «Да, месье». «Хорошо». «В таком случае начинайте». И Леон к изумлению аудитории весьма бойко ответил на все вопросы билета. Преподаватель задал дополнительный вопрос, ответ был дан незамедлительно. Педагог был сбит с толку. В его практике такого не было, и он вызвал служителя, дабы убедиться в чистоте абитуриента. После того, как тот обыскал Леона, вывод был один. «Он чист, месье», — пожал плечами охранник и удалился. В аудитории послышался гул одобрения. Покрасневшему педагогу ничего не оставалось, как поставить зачетки Леона «Отлично!» и отпустить его, присовокупив сухое «Можете идти, месье». История эта наделала много шума. Но Леон не стал вымещать зло на учителя, попусту забыв о нем. Экзамены шли один за другим, и вот через неделю, когда все испытания были пройдены, мы ждали результатов на лужайке у главного входа. Он же спокойно дремал на траве, положив под голову свой кейс. То ли Леон был уверен в своем поступлении и не испытывал волнения, то ли действительно заснул. Но он и головы не повернул, когда профос вынес и прикрепил списки поступивших у дверей университета. Я побежал вместе со всеми смотреть результаты. Найдя себя в списках, я направился в вестибюль, где были телефонные аппараты, и позвонил своей матери сообщить о поступлении. Недалеко от моей фамилии была и фамилия Леона. Поэтому, вернувшись назад, я слегка тронул его рукой. «Эй, твое имя среди поступивших. Поздравляю!» Он открыл один глаз и, окинув меня взглядом, кивнул. «А, да, да, спасибо. В общем, в тот же день после распределения в общежитие мы оказались с ним в одной комнате, и Леон стал моим соседом». То, что он был необычным парнем, я понял сразу. Говорил он мало. Смотрел на собеседника, как правило, со скучающим видом. Но иногда, когда у него к чему-нибудь просыпался интерес, взгляд менялся. Он становился жестким, пронизывающим и подчас вызывал неприятные ощущения. В день заселения он тоже отлетелся. Я стоял у шкафа, раскладывая свои вещи. Зайдя в комнату, он, не обратив на меня никакого внимания, кинул свою сумку на пол и подошел к окну, уставившись на церковь университета, видимо, погруженный в свои мысли. «Привет». Я прервал его раздумья, захлопнув дверцу шкафа. «Если что, я Алекс». Он оглянулся, словно проснувшись, посмотрел, как мне показалось сквозь меня, и кивнул, надев на лицо дежурную улыбку. «Да, привет. Извини. Я Леон». Но окинув взглядом мои вещи на кровати, и найдя среди них маску для спортивного фехтования и рапиру, он посмотрел на меня уже по-другому. «Ты фехтуешь?» «Да». «Занимаюсь». «Давно?» «Да, наверное, уже лет пять». «Здорово», — заключил он и улыбнулся. «Не могу сказать, что у нас сразу сложились дружеские или какие-либо отношения. Вернее сказать, их у нас просто не было». Он здоровался, мило улыбался. Никаких вопросов не задавал. Отвечал всегда односложно и минимизировал любое общение с кем бы то ни было. Поначалу меня это напрягало, но уже через месяц я это оценил, так как в мою личную жизнь никто не лез. А как сосед он был тихий, можно сказать, незаметный. Странностью, которая заставила меня приглядеться к нему по-новому, было то, что он часто исчезал вечерами и отсутствовал либо часть ночи, либо появлялся вообще под утро. Иногда его отсутствие длилось несколько дней. Меня донимало любопытство, куда исчезал мой сосед, и однажды я не выдержал и проследил за ним. К моему удивлению, выйдя из общежития, он направился к старой церкви университета, построенный чуть ли не до его основания. Поскольку двери главного входа на ночь всегда закрывались, я не удивился, что он направился не к ним, а к боковой части, где за пилонами была небольшая дверца служебного входа. Он вошел в нее, я же приник к окну, стараясь разглядеть, что мой сосед будет делать внутри. К моему изумлению, он дошел до середины прохода между скамьями и исчез. Причем в буквальном смысле этого слова. Я.